В эфире Панорама. Главные новости Приморья в репортажах корреспондентов ОТВ. В студии Алена Лазарева. Здравствуйте в этом выпуске. Долгожданный рейс самолёт из Доляня возобновил полёты во Владивосток после шестилетнего перерыва. На страже порядка сотрудники силовых структур вышли на строевой смотр в приморской столице. Живописным маршрутом как приморцы покоряют любимые туристические места в самое красивое время года. Историческая встреча, настоящий праздник футбола устроили болельщикам команды из Владивостока и Волгограда. Владивосток торжественно встретил первый прямой авиарейс из Доляня. После шестилетнего перерыва у жителей Китая вновь появилась возможность посетить наш край, а у приморцев попасть в КНР по воздуху. И это уже третье направление, которое открыто в этом году после Харбина и Пекина. По этому поводу в аэропорту Владивостока устроили настоящий праздник. Прибывших в наш край пассажиров встретили хлебом с солью, а улетающим в Китай вручили памятные подарки. Прямо за моей спиной на посадку идёт самолёт, который прибыл к нам из Доляня. Это первый туристический рейс, который соединяет напрямую китайский город с дальневосточной столицей. В пути он был около двух часов. Теперь Китай ещё ближе и добраться туда можно быстрее и проще. Возобновление этого авиарейса две страны ждали целых шесть лет. И, наконец, прямое сообщение с китайским городом восстановили. Долгожданных туристов во Владивостоке встретили по всем канонам русских традиций. Девушка в национальном костюме, но в руках у неё не хлеб с солью, а пироги. Пассажиры были приятно удивлены. Рассказали нам, как прошёл их первый полёт. Полёт прошёл хорошо. Была очень вкусная еда и прекрасные виды. Очень захватывающе. В планах посмотреть город и познакомиться с традиционными русскими танцами. Я приехал сюда на учёбу в Дальневосточный федеральный университет, чтобы познакомиться с культурой страны и выучить русский язык. Это прямое авиасообщение облегчит маршрут студентам, туристам и предпринимателям. Сейчас спрос на путешествия в Приморье большой, особенно в южных провинциях Китая. Рейс «Владивосток-Долянь» – хорошая альтернатива для тех, кто не может вылететь из Пекина. Вообще, появление разнообразия в авиационном сообщении. У нас сейчас есть рейсы с Харбином и Пекином. А появление ещё одной воздушной гавани, которая связывает наш регион с заграницей, это, безусловно, улучшение логистики. Чем больше рейсов, тем наш регион доступнее для туристов. На открытии прямого рейса присутствовали представители органов власти как с китайской стороны, так и с российской. От лица Приморского края гостей поприветствовали заместитель председателя правительства края Валерий Прокопчук, руководитель регионального агентства по туризму Арсений Крепский и мэр Владивостока Константин Шестаков. Он-то и отметил важность прямого авиасообщения. Это важно для всех направлений сотрудничества. Безусловно, это бизнес. Наши предприниматели летают друг к другу, это более лёгкие, профессионально выстроенные, логистические связи в том числе. Конечно же, это гуманитарное сотрудничество, причём абсолютно разное. Сейчас Приморье постепенно возвращается к допандемийным показателям приёма путешественников. В этом году Приморский край принял свыше трёх миллионов туристов. Китайский рейс по маршруту Владивосток-Долянь будет выполняться один раз в неделю каждый четверг. Рейсы удобные, потому что выполняются они в дневное время. Вылет из Владивостока в 12 часов дня, а из китайского города прилетает также в столицу Приморья в 11 дня. Валерия Николаева, Евгений Лихачёв, Панорама. Сегодня в Приморском правительстве обсудили основные траты на образование и занятость населения. Напомним, в регионе всю неделю проходят общественные слушания по формированию проекта краевого бюджета на ближайшую трёхлетку. В крае действует 1900 учебных заведений, в которых знания получают тысячи юных приморцев. Задача регионального правительства – обеспечить равенство на образовательный процесс каждого учащегося. По сравнению с 2018 годом бюджет в сфере образования увеличился в два раза. На будущий год заложено 40 миллиардов рублей. Большая часть средств будет распределена между муниципалитетами на обеспечение учебного процесса. В последующие годы в регионе намерены повышать качество образовательных услуг и выявлять талантливую молодёжь, чтобы у ребят была возможность профессионального трудоустройства. Направляя такие огромные суммы на развитие утрасли, мы, несомненно, хотели бы видеть конкретные результаты. В целом, Приморский край по качеству образования поднялся с 72-го места на 25-е в 2023 году. Основными векторами развития системы на ближайшие три года станут повышение качества общего образования, формирование эффективной системы выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодёжи, направленной на самоопределение и на профессиональную ориентацию всех обучающихся. Сотрудники ФСБ задержали жителя Владивостока, который подозревается в том, что по заданию зарубежных кураторов собирал и передавал украинской разведке сведения о военных объектах и предприятиях Приморского края. Как выяснилось, в ходе разыскных мероприятий мужчина сам установил контакт с представителями спецслужб Украины и предложил им услуги, осознавая, что полученные данные будут использованы против безопасности России. Следственным отделом управления ФСБ России по Приморскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации «Государственная измена». Обвиняемый задержан находится под стражей. Оперативные разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Сотрудники правопорядка вышли на строевой смотр. Жители Владивостока смогли в полном составе увидеть тех, кто охраняет общественный порядок и обеспечивает безопасность граждан. Самых активных сотрудников ОВД наградили за их героические поступки. В этих колоннах сотрудники полиции, Росгвардии, юноармейцы, представители казачества и все, кто охраняет покой граждан. Строевой смотр личного состава органов внутренних дел вновь провели на Центральной площади Владивостока. Для того, чтобы в городе был общественный порядок на надлежащем уровне. И чтобы жители города понимали, что есть кому охранять, кто охраняет общественный порядок и будет охранять в дальнейшем. Они ежедневно борются с преступностью и выявляют административные правонарушения. Так что на готове должны быть всегда. Во время смотра сотрудникам устроили совместный инструктаж. Проверили состояние и правильность ношения форменного оборудования и снаряжения, табельного оружия, спецсредств, техническое состояние, служебных автомобилей. Самых активных наградили, вручили благодарственные письма за высокие показатели в работе и даже по-настоящему героические поступки. 13 октября в полицию города Фокина обратилась местная жительница об исчезновении 7-летней дочери. По тревоге были подняты все силы полиции. К поискам подключены более 300 волонтеров организации «Примпоиск». Утром девочка была найдена. За это спасение руководителю региональной общественной организации «Примпоиск» вручили благодарность. А молодое подрастающее поколение юноармейцев и воспитанников клуба «Юный патриот Родины» поблагодарили за пропаганду патриотизма другим школьникам и участие в спортивных мероприятиях. Мы участвовали в общегородской зорнице военно-патриотических клубов, заняли там призовые места. Это очень интересно. Меня интересует военная тематика, спорт. Мы занимаемся воспитанием патриотического духа в молодежном движении нашем. Участвуем в военно-спортивных соревнованиях. Учимся разбирать, собирать оружие. Часто ездим на выставки, в музеи. Общегородской гарнизонный инструктаж нарядов теперь будут проводить раз в квартал. Чтобы жители не забывали, что всегда находятся в безопасности и знали в лицо своих защитников. Дарья Облакова, Андрей Овчинников, Панорама. На развитие культуры в Приморском крае в 2024 году из регионального бюджета будет выделено более 3 миллиардов рублей. Средства направят на поддержку культурных инициатив, воплощение культурных проектов, управление госпрограммой развития культуры Приморского края на 2020-2027 годы, реализацию нацпроекта «Культура», а также на создание условий для деятельности краевых, государственных и муниципальных учреждений. В рамках регионального проекта «Творческие люди» будут предусмотрены средства на обеспечение участия творческих коллективов в фестивалях и конкурсах, проводимых Министерством культуры России, поощрение лучших работников культуры, а также реализацию российских и международных творческих проектов. Живописным маршрутом, как приморцы покоряют любимые туристические места в самое красивое время года. Историческая встреча, настоящий праздник футбола устроили болельщикам команды из Владивостока и Волгограда. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь, в мини-городе на Русском, несмотря на осень, все начинает расцветать. Люди приезжают на машинах, чтобы посмотреть на свои дома, рабочие доделывают последние штрихи. До финальной точки осталось совсем немного. Люди ждали завершения строительства долго. Очень долго. И, наконец, оно подходит к логическому завершению. Все это о жилищно-строительном кооперативе «Остров». Мы идем сегодня с опережением, даже несмотря на то, что происходила перекладка некоторых сетей. К 30-му числу мы заканчиваем второй участок с асфальтированием. И переходим на пятый. Там у нас еще по графику порядка двух недель. Значит, на многоквартирных домах сейчас выполняем работы по новому проектному решению. Вентиляции для газифицированного дома на эту работу у нас отводится 30 дней. Многострадальность ЖСК создали в 2012 году для сотрудников и преподавателей ДВФУ, а также академиков ДВО «Ран» и их семей. Землю получили спустя два года. В 2016-м приступили к строительству домов. Спустя 2-3 года стало понятно, что сроки затянутся. Причем сильно. Этот долгострой стал объектом громких уголовных дел, включая хищение более 146 миллионов рублей. За время строительства здесь сменили трех подрядчиков. Генподрядчик, Аркада, РК «Строй». Ко второму даже были вопросы от прокуратуры, пайщиков и губернатора. Затем за долгострой плотно взялись, сменили подрядчика и дело пошло. На сегодня ИЖД у нас поставлен на кадр учет и мы начали выдавать справки пайщикам о полной выплате пая. С этой справки они идут в МФЦ и оформляют право собственности на себя. Для МКД и домоблокированной застройки сначала мы делаем акт ввода. Это примерно через месяц сейчас над этим работаем. И также пайщики получают справку и оформляют право собственности. Всего в ЖСК «Остров» 252 дома, 224 индивидуальных, 20 дуплексов и 8 многоквартирных. И спустя долгие годы ожиданий больше тысячи людей надеются, что уже в этом году они получат свои заветные ключи. Мария Пермина, Руслан Мартынычев, Панорама. Живописный маршрут, захватывающие виды, экстремальный отдых. В Приморье настала пора походов в лес и покорение гор. Одним из таких туристических маршрутов прошла моя коллега Анастасия Сокольникова. Осень – это просто прекрасное время для того, чтобы отправиться в поход. Например, в ущелье Дарданеллы. Здесь невероятно красиво, буйство красок и очень много людей. А все потому, что все спешат застать это теплое время года. Это ущелье расположилось между скал в партизанском районе. Для спокойных пеших прогулок есть тропа попроще – вдоль реки Тигровая. Для тех, кто любит активный отдых, есть маршрут в Сопку на высоту 90 метров. Путь лежит через живописный лес и каменный склон с огромными валунами. Но в конце путешественников ждет великолепная панорама. Почему вы решили сегодня прийти сюда? Так получилось. Меня заставили. И как вам ваше путешествие? Прекрасно. Погода шепчет. Смотрите, как это хорошо. Надо гулять. Тренировка нормальная. Просто выходной день. Вижу второй раз здесь. Живу в Приморье. И глупо здесь не побывать. Такая красота посмотреть на все. Скала «Замок принцессы» высотой 150 метров. Притягивает любителей путешествий. Туристы забираются на вершину, чтобы сделать красивые фотографии. Ради съемки на фоне желтеющего леса готовы на все. А экстремалы поднимаются на самую высокую точку, чтобы совершить прыжок с обрыва. Сюда поднимаются туристы, чтобы сделать красивую фотографию. А экстремалы поднимаются не только за этим. Отлично. Пойдем на краешек. Страх на меня. Пойдем на краешек. Все круто. Левая хорошо, правая хорошо. Смотришь перед собой, подбородочек выше. Отлично. Даю отсчет. Реди, сет, гол. Красоночка! Здесь ты принимаешь решение прыгать или перебороть этот страх высоты, попробовать самому прыгнуть. В полете ты испытываешь легкость. Это максимально очень быстро происходит. Нужно просто получить удовольствие, ни о чем не думать. Чтобы спрыгнуть с такой высоты, оказалось, нужна смелость. Но смельчаков в Приморском крае много. Покоряют горы семьями и даже берут с собой любимых четвероногих друзей. Приморье впечатляет своей красотой. И ради таких пейзажей туристы готовы на многое. Анастасия Сокольникова, Панорама. На оснащение лыжных баз в Приморье в следующем году выделят более 66 миллионов рублей. Такое решение было принято на публичных слушаниях по проекту бюджета на предстоящие три года. Развитие спортивной инфраструктуры является одной из приоритетных стратегий развития Приморского края. Привлечь граждан к лыжному спорту в этом году планируют бесплатным прокатом и лучшим оснащением лыжных баз в муниципалитетах. В ближайшее время будут закуплены дополнительные коньки, комплекты лыж, скандинавских палок, лыжи-роллеров и велосипедов для круглогодичного бесплатного проката. Также усилят и техническую составляющую для организации активного отдыха жителей края. Футболисты Владивостока смогли переиграть команду из Волгограда в битве за Кубок России. Эта игра стала настоящим праздником для поклонников футбола. Как прошла историческая встреча нашего Динамо и Волгоградского ротора, расскажет мой коллега Николай Кугук. Такого стадиона Динамо не видел давно. На трибунах почти три тысячи зрителей. Историческая встреча Динамо-Владивостока и Волгоградского ротора в битве за Кубок России. Она подарила настоящий праздник футбола приморцам. Перед матчем любители игры народным выстраивались в очередь за фото с хрустальной чашей и легендами отечественного футбола. Вместе с Кубком на стадиону моря приехали и его амбассадоры. Экс-игроки сборной России Евгений Алдонин и Владислав Радимов. Они наравне со зрителями ждали праздника. Но кто-то дальше пройдет, да? Я думаю, что заслуженно здесь и кубковый характер у тех, у других есть. Чего сегодня болельщикам ждать от матча, на ваш взгляд? Я голов буду ждать. Футбол без голов неинтересен. А голов действительно пришлось подождать. Хоть и без них зрелищности игре хватало. В кубковом матче либо все, либо ничего. Поэтому с первых минут команды действовали в атаке остро. Моментов что у ротора, что у Динамо хватало. Но с реализацией то и дело возникали проблемы. Мяч попросту не шел в ворота. Особенно в первом тайме хорошие моменты были. Есть возможность реализовать. Нужно это делать. Если мы этого не делаем, значит положительного результата не будет. После перерыва команды вышли на поле при нулях на табло. Всеми силами старались прервать безголевое затишье. Однако в этом противостоянии хозяева оказались быстрее. На 53-й минуте очередная атака «Белоголубых» завершилась голом. Максим Ашнев нанес удар в створ ворот ротора. Но мяч до цели не дошел. Первым после отскока в нужном месте оказался Егор Дорохов, который буквально затолкал мяч в сетку. Отмечал это событие весь стадион. В оставшееся время команды продолжали создавать моменты. Хозяевам нужно было продолжать в том же духе. А вот гостям из Волгограда пришлось нелегко. Под конец матча повисла интрига. Ротвард то и дело пытался довести встречу до серии пенальти. Но удача была на стороне «Динамо». Историческая победа Владивостокцев. 1-0. Клуб впервые вышел в стадию 1-8 финала Кубка России. До соперников из премьер-лиги ногой подать. Раз уж мы, грубо говоря, зашли так как бы не близко, да, уже сколько-то определенное количество матчей выиграли, поэтому к этому надо стремиться, мы к этому будем стремиться. И опять же, ну, почему нет? Игра состоит из одного матча. Почему нет? В Англии же обыгрывают премьер-лигу. Тоже хотим обыграть, попытаться. Следующий кубковый матч Владивостокская дружина проведет в конце октября. Соперника и место встречи определит жеребьевка. Стадия 1-8 финала станет для команды последней на так называемом пути регионов. В случае победы динамовцам предстоит готовиться ко встрече с элитой отечественного футбола. Николай Кугук, Тарас Боднарук, Панорама. Пока это все новости. Напомню, что ОТВ теперь можно смотреть не только по телевизору, но и в социальных сетях. QR-код вещания в телеграм-канале на ваших экранах. Панорама следит за развитием событий. До встречи в эфире. Продолжение следует...